Доклад заместителя руководителя управления энергетики ЖКХ изобиловал цифрами. Из 1300 многоэтажек Уральска получили паспорта готовности к отопительному сезону 100%. Полностью завершены работы по реконструкции двух участков по программе Нурлыжол. Общей протяженностью в полтора километра. Об имеющихся проблемах сообщил представитель АОК «Странсгаз Аймак». Просроченная задолженность на сумму миллиардов составляет. Эта сумма составила за 7 месяцев. И ежемесячные потребления, там получается, скажем, за март месяц они потребили на 258 миллионов газа. За летнее время они по 100 миллионов. И вот сейчас к отопительному периоду за сентябрь они потребили 126 миллионов тенге газа. Оплатили только 60 миллионов. В управлении энергетики ЖКХ не стали говорить о проблемах, отметив, что вопросы теплоснабжения находятся на постоянном контроле исполнительных органов. Есть программа Нурлыжол. На реконструкцию тепловых сетей были выделены деньги. И все тепловые магистрали, ну, при квартальной сети были заменены по программе Нурлыжол. А долги никогда не покрывались? Долги тоже покрывались до этого. Ну, сейчас я хотел бы сказать, что в основном долг – это запотребление тепла. Некоторые абоненты до сих пор не оплачивают за потребленную тепловую энергию. И надо отметить, что все зависит от оплаты. Газовики заявили, что они не ставят вопрос об отключении ТЭЦ от газа, но ограничения возможны. Еще одна большая проблема – это использование газовых печей. Зарегистрированы 6 случаев отравления угарным газом, которых пострадали 10 человек и 4 из них – летальный исход. Всего по республике за отопительный период 105 человек отравились угарным газом, из них – летальный исход 49 человек. Представители АО «Каз-Трансгаз-Аймак» призвали горожан проверить техническое состояние печей и соблюдать правила их эксплуатации. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.